Многоуважаемый президент, дорогие коллеги, имею честь презентовать вам клиническое наблюдение, именуемое как свищ в конце тоннеля. Пациентка Ка, 60 лет, поступила в декабре 2017 года к нам в институт с диагнозами мутация Лейдена, рецидивирующая тела и бронхопищеводный свищ. На данном слайде представлена история отягощенного анамы за пациентки, из которого хотелось бы отдельно подчеркнуть гастростому, сформированную в ноябре 2017 года, для обеспечения адекватного интерального питания. Всем известно, что золотым стандартом лечения пищеводно-респираторных свищ является хирургическое его разобщение. Но в связи с тяжелой сопутствующей патологией, применение открытого хирургического разобщения сопровождалось очень высоким риском. Поэтому было принято решение применить мини-инвазивные методы. По итогу консилиума было принято решение приступить к первому этапу лечения, заключающемуся к установке стента Полифлекс в левый главный бронх. На данном слайде слева направо представлены эндофото, на которых прослеживается динамика двухлетней протекции стентом Полифлекс левого главного бронха. На крайних двух эндофото видно, что стент дистанно дислоцировался, и угол проксимального края сформировалась грануляционная ткань, прикрывающая зону предположительной локализации бронхопищеводного свища. При выполнении эзофагоскопии у пациентки на расстоянии 27 см от листов по передней стенке визуализирован ранее диагностированный свищевой ход размерами до 0,2 см в диаметре. На данном слайде схематически изображен бронхопищеводный свищ в двух проекциях. На компьютерной томографии по задней стенке левого главного бронха визуализируется бронхопищеводное сообщение. На рентгенконтрастном исследовании пищевода отмечается затекание контрастного вещества бронхи левого легкого. Итоги результатов диагностического обследования подводили к началу следующего этапа миниинвазивного эндоскопического лечения. Интраоперационно выполнена интубация трахея тубусом ригидного бронхоскопа номер 10, через который ригидными щипцами стент захвачен и извлечен из просвета бронха. Зона протекции стентом в левом главном бронхе представлена грануляционной тканью и умеренным соживанием просвета бронха. Следующим этапом анестезиологом была выполнена интубация трахея трубкой номер 8. Просвет пищевода заведен в гастроскоп с дистальным колпачком инсуфляцией СО2. На 5 см максимальной пищеводом бронхиального свища по передней стенке пищевода с помощью инъекционной иглы произведена инъекция стерильного раствора индикокармина суммарно 10 мл до образования плотного инфильтрата. По максимальному краю инфильтрата произведен разрез слизистой оболочки пищевода протяженностью 1,5 см. На данном фото схематически представлено формирование тоннеля и разобщение свища с последующим клипированием зон дефектов слизистой оболочки. С помощью колпачка на дистальном конце эндоскопа и ножа для диссекции сформирован подслистый тоннель. В области предполагаемой локализации свища подслистый слоя был представлен фиброзной тканью. Далее произведена мобилизация подслистого слоя вокруг свища с последующим разобщением свищевого сообщения и коагуляцией бронхиального канала свища. Пищеводный канал свищевого хода был вывернут в просвет пищевода. Завершающим этапом выполнено клипирование краев слизистой оболочки культипищеводного канала разобщенного свища и клипирование зоны входа в подслистый тоннель. При контрольном осмотре края дефектов сведены, признаков кровотечения нет. В течение недели пациентка находилась под наблюдением в нашем институте и затем была выписана с рекомендациями обратиться к нам на контрольный осмотр через 2 месяца. По истечению рекомендованного срока на ФБС отмечается полная эпитализация слизистой оболочки на уровне ранее разобщенного свища по задней стенке левого луаного бронха. Эндофотоэзофагоскопии представлены по бокам слайда, где на расстоянии 27 см от резцов по передней стенке пищевода визуализируется умеренная рубцовая деформация с единичными грануляциями. При выполнении рентгенконтрастирования пищевода пассаж бария по пищеводу нормальный, затеков за контуру нет. И в заключении своего выступления хотелось бы подвести небольшой итог, сводящийся к тому, что с освоением тоннельных методик перед эндоскопистами открываются новые горизонты, что для тяжелых пациентов является светом в конце тоннеля. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Керим Абдурахманович. Очень интересное наблюдение. Действительно эндоскопия делает огромные успехи в этом направлении, в туннельных операциях. Пожалуйста, жюри, ваши оценки. Александр Владимирович 4,5. Елена Рафаиловна 5,5. Владимир Анатольевич 5,5. Виктор Владимирович 5,5. И Андрей Михайлович 5. Владимир Анатольевич, ваши комментарии. Пожалуйста. Клинический случай мы видим тяжелейший больной. Авторами разработана четкая тактика и с применением всех современных технологий было выполнено с получением прекрасного результата. Очень хороший случай. Успехов. Да. Полностью согласен с Владимиром Анатольевичем. Действительно, на сегодняшний день принята методика, позволила ликвидировать данное грозное осложнение без большой операции. Пожалуйста, средняя оценка жюри у нас. 5,2. Средняя оценка жюри 5,2. А оценка зрителей? Оценка зрителей 4,8. И общая оценка 5,0. На данный момент это наивысшая оценка.